Всем привет, дорогие мои друзья, хорошего вам настроения, с вами Рэй, продолжаем играть черепашки Ниндзя Легенды. Так, ежедневные награды, естественно, ребят, забираем. Так, в магазине у нас две колоды, давайте-ка посмотрим. Поехали, Мутаген, Бинокль, Пицца. Так, а кто у нас там, к северу что ли будет? Точно, ребята, к северу Монтес. Замечательно. Это нам не нужно, и приступаем ко второй колоде сразу же. Так, Пиццулька, Мутаген, 10 долларов. Кто там у нас? Ага, Зэк. Ну, Зэк нам не нужен, ребят. У нас с вами, как вы знаете, фулл прокачка. Сплинтер. Блин, одна ДНК-шка, ребята. А мне, по-моему, если не ошибаюсь, нужно было три. И тогда бы он у нас появился. Ай-яй-яй, что за засада? Так, через два дня, ребята, у меня будут открыты черепашки ДНК. Что не может не радовать. Так, забираем 20. А здесь сколько? Да иди ты, ё-моё. Тут уже 20, замечательно. Так, ребят, я ещё раз лишний разочек хочу убедиться. Точно мне там двух сплинтеров не хватает? Да, ребята, два сплинтера, буквально две ДНК, и я его себе открою. Ладно, придётся потерпеть, а чё нам ещё остаётся делать? Так, по-моему, это задание я выполнил. Да, ребят, это всё выполнено у меня. Так, турнир. Естественно, ребят, сегодня мы пройдёмся по турниру. Меня ещё не скинули? Нет, пока не скинули. Так, давайте-ка мы с вами выберем достойного противника. 15-19. Я думаю, что стоит с ним, наверное, поговорить по душам. Как вы считаете? Ха-ха-ха. Так, смотрим. Полтинник. 49, 48, 48. Довольно такой серьёзный враг, ребята, я вам скажу. Поэтому мы будем делать с вами вот так, так. Чёрт, я даже не знаю. Блин, мне, наверное, придётся всё-таки вот так вот делать, ребят. Да? К сожалению, придётся вот так вот делать. Потому что уже те слабенькие здесь могут не проканать. А мне это нафиг не нужно проигрывать здесь. Ну что же, давайте немножечко с вами развлечёмся. Поехали. На-ка, выкусите. Ха, бомбочка им понравилась. Так, сразу же, наверное, давайте... Нет, сплинтера, скорее всего, накроем. Йо-хоу. Нет, не упал, гадёныш. Ну это он зря, конечно, начал сопротивляться. Голубь, ты даже не думай там хилять. Так, но хан, естественно, нам понижает и атаку, и защиту. А это зря. Соответственно, мы сейчас делаем массовый удар. Ты посмотри-ка, а? Ты посмотри-ка, выжили? А? Как оно? Ха-ха-ха. Я вижу, им понравилось, ребят. Идеальная победа. Причём довольно хорошая и быстрая. Так, двигаемся с вами дальше. Блин, знаете, в чём вся проблема, ребят? Сейчас увидите. Ай, на 62-ю позицию, ребят. А был где-то, по-моему, на 20-й. Ух, ну что. Кто у нас здесь дальше будет? У меня всего два откатика, ребят. Так что, хотя, если мы с вами пройдём все задания. Да, вот именно здесь. Нам ещё дадут пять. Поэтому, давайте начнём, наверное, пожалуй, здесь. Так, серия испытаний, естественно. Давайте вот сюда мы быстренько-быстренько с вами пробежимся. Да, это нам не нужно пропускаем. Моментально, буквально, за пару сек всё это дело проходим. Бум. На-ка. Блин, я не понимаю, почему зэк 62-го уровня такой слабенький по отношению к футовцам? Ну, что ты делаешь? Ну, Крис, ну, ядрён батон. Ну, какой, блин, какая защита может быть в данный момент? Для чего? Она сейчас тут... Ай, зэк, ну... Малорик просто. Вообще молодец. Кидает бомбу на одного, извините меня, маузера. Зачем? Для чего? Идите вы в баню, я лучше сам нафиг сейчас всё это сделаю. Дело разрулю, так скажем. Для начала мы уложим спать, наверное, бибопа. Нет, он не хочет. Ладно, давай вот так тогда сделаем. Бум! Да что ж такое-то? Что ж такое-то? Так, ладно, хорошо, этого сейчас футовца уложим. Дальше у нас будет маузер, я думаю. Ну-ка, вот так вот если мы сделаем. Ай-яй-яй. Не получилось, малька. И смотрите, зэк получает больше всех урона здесь. Вот из всей этой компашки. Ну что ж, давайте пробивать тогда Рокстеди. Ну да, конечно. А мы хильнёмся. Не так всё просто. И сделаем, наверное, пробивной удар. Отличненько. Давай накроем его медным тазом. Бум! Не получилось что-то накрыть. Ладно, тем не менее, ребят, мы прошли это задание. Всё отлично. Идеальная победа. И, конечно же, с вами двигаемся далее. Так, это мы пропускаем. Забираем с вами сразу же ревард. Так. Один телепорт получили. Забрать. Так, поднять уровень персонажу. Это проще паренной репы, я считаю. Давайте найдём. Я всегда, ребят, начинаю с самых низов. И это у меня будет... На этот раз будет Леонардо. Поехали. Всё. Леонардо стал у меня 24-го уровня. Ах, ты смотри-ка, у меня Монда Гека. Я его... Блин, 2500. Ё-моё, да что ж такое-то? Не досмотрел, ребята. Придётся копить мутагенном. Ладно, хорошо. Так, по заданию мы здесь всё сделали, да? Так, сразиться в десяти, в троях, в трёх боях. Ну что ж, давайте тогда, как мы с вами обычно делаем. Находим персонажа, которого мы будем с вами качать и начинаем выбивать, как говорится, ДНК. О, карайка, давайте. Понеслась душа в рай. Ну, минус. Не фартанула. Так, давай дальше смотреть. Ну, удачи где ты? Вот она, улыбнулась. Показала свою улыбку. Давай ещё одну карайку. Ну, пожалуйста. Есть. Спасибо большое. Так, приступаем. Да что ж ты? Давай здесь. Ну, Фортуна, улыбнись. Хрен тебе. А не улыбка. Ну, хотя бы две карайки дайте мне, пожалуйста. Ай-яй-яй-яй-яй. Ребят, наверное, одну дадут, и то неизвестно дадут ли. Да, всего лишь одну карайку дали. Блин, плохо. Это плохо, ребята. Так, ну что же. Ещё десять буквально ДНК, и карайку мы тоже с вами прапаем. Так, давайте дальше смотреть, кого нам искать. Кто у нас тут поближе всех к прапованию. Так, ну, Кейси, это понятно. Рафаэль-то тоже всё с ним ясно. Макмен. Ага, Пиццелийцы. Ты смотри-ка. Притулился тут у нас. Типа, знаете, я не я и хата не моя. Сбоку припёку. Нет, родной, ты пойдёшь ко мне. Да, две карточки я нашёл, ребят, для него. Так что он у меня тоже идёт на прапование. Единственная проблема, это с ДНК, конечно же. Ой, не с ДНК, а с мутагеном. Ну-ка, смотрим. Да, вот они, два красавца. И Гека, и Пиццелий. Ладушки. Задание ещё мы не всё выполнили, поэтому давайте смотреть дальше. Кто у нас тут будет следующим? Пу-пу-пу-пум-пум. Стиранку. Блин, почему Стиранка всё-таки, а? Должен быть Степанка. Стоп-ново Степанка должен быть. Перевели неправильно. Ну, не знаю. Ну, давайте его найдём. Ну, хрен с ним. Пускай будет. Пускай будет он. Ладно, уговорили. Так, выполнено. И всё, в принципе, задание, ребята, выполнено у нас. Так. Отлично. И ещё одну карточку. Всё, ребятушки. С этим делом мы с вами справились. Не хватает, как всегда, ДНК. Давай обменяем это на сюрики. 70 сюриков лишними не будут. Блин, а сколько здесь нужно? Здесь, наверное... Да, 2500... 5000... Да... 5000 мутагена нужно, ребят, на все дела. Так, давай-ка мы здесь заберём. Сколько у нас? Ага, 160. Так, карточка. Так, сколько мы там с вами мутагена заработали? Что-то как-то... Не хватает ещё немножечко. Ладно, ребята. Если мы с вами отправимся в сюжетку, глава 6, у нас что здесь будет? Давайте-ка посмотрим. 68 и 70 уровни. Хорошо. А если мы посмотрим с вами в главу 7? Ага, в главе 7 здесь у нас всё по-жёсткому, ребята. 74 уровни. Ну что, давайте, наверное, с вами рискнём, да? Рискнём пройти в главу 6, эпизод 5. Да? Я думаю, что стоит. Ну, проиграем так проиграем. Чё ж не поделаешь. Поехали. Ух, 3 волны. Враг силён. Будем стараться. Так что, а почему они первые-то ходят? Эй! Голубцы! Вот, молодец, Рафик. Хвалю. Так, давай, уничтожим, наверное, эту крысу. Нормуль. Так. Сколько ты нанесёшь урона? Хорошо, ты так сжаркнул. Так, броневик, успокойся. Ага, он сделал, ребята, оскорбление. А мы тогда с вами сделаем защиту. Да-да-да, именно так. Так, и... Слушайте, нужно этого гада пробивать. Давайте попробуем с вертушки. Так. Не особо-то, конечно, хорошо пробили. Сейчас будем корячиться. Сейчас будем с вами... Опа! Отлично. Так, а если мы вот это бросим? Всё. Спецвозможности заблокировали. Не падает. Не падает, гадёныш! Ну-ка, Крис пробил? Пробил. Молодец, Малорик. Оп! Чёрт бы его поправил. Какой он действительно бронированный, а? Ну что же, вторая волна. Смотрим. Что у нас тут за отребья? В принципе, ничего, ребята, сложного здесь нету. Оп! Сейчас единственное, они, наверное, будут бомбить. Будут бомбить. А мы с вами сделаем... А стоит ли? Давай сделаем всё-таки. Давай сделаем вот так вот. А, контрудар только на Крисе и повесился. Ай-яй-яй-яй-яй. Да хорош бить моего зэка, ё-моё! Блин, придётся хиляться, ребят. Хотел пробомбить, но боюсь, что он не выживет у меня. Ну-ка, добьёшь? Замечательно. Так. Крыса. Помойная. Блин, да что ж такое? Так и хотят зэка мне уронить, а? Ну-ка, пробивай его. Эй! Не шути так. Ну что же, вот у нас и финальная волна. Блин! Ну только не грибы, а! Ненавижу грибы. Так, надо кого-то уничтожить. Я не помню. Это, по-моему, хиляет, да? Красный, по-моему, бомбит молнией или чем-то там. Не помню, ребят, честно скажу. Уничтожим, нет? Хрен там! Промахиваемся! О, вот зэк и ребят своё отвоевал. Вот он, жёлтый гриб. Надо запомнить. Всё, ему хана. Ну что ты, что ты, что ты тут делаешь, блин? Чудик. Заморозку сделал? Ага, этот хиляет. Ладно, я, короче, ребят, делаю провокацию на Рафа. Я должен пройти этот уровень. Сделаем дополнительную защиту. Вот так вот. И попробую я вот этот гриб накрыть. Ага. Понятно. У всех стоит у ворот, как вы видите, ребят. И, блин, а! Слушайте, я не знаю. Давай ещё контр-удар попробуем. На всех повесился? Нет, ребята, не на всех. Гриб, ты достал же! Ну-ка, добьёшь его? Блин, совсем чуть-чуть. Ну, добей, Раф, пожалуйста. Нормуль. Так, остался у нас здесь кто? Ну, что ты там... Что это он такое сделал? Ой-ёй-ёй-ёй-ёй. Короче, надо, короче, нам короля валить. Крысиного. В первую очередь. А уже потом разберёмся с поуксом. Да-да-да, это будет оптимальненько. Да ёбб, простая, что что... Косишь-то так. Ай, Лео, я буду по тебе скучать, родной ты мой. Вау! С удара просто поукуса. Просто Крис Малорик сделал пенка ему. Подых, и тот слёг. Ну что же, я вас поздравляю. И самого себя, ребят, мы с вами ещё продвинуться маленечко. Получили ДНК Острозуба. И давайте краем глазика посмотрим, что у нас здесь. 71-е уровни. 71-е и 69-е. Слушайте, а может быть... Может быть, рискнуть? 71-е и 69-е. Вот у меня... Вот я сомневаюсь насчёт Зека, Лео и Рокзара. Если Крис с Рафом ещё как-то более-менее соответствуют по уровням, то вот эти вот ребятушки далеко-далеко позади. Ладно, была не была, ребят. Кто не рискует, тот не пьёт шампанского. А вдруг? А вдруг у нас получится? Блин, ненавижу я вот этих вот охламонов. Просто терпеть их не могу. Ой-яй-яй-яй-яй. Ладно. Так. Блин, вот эти вот футовцы, они всё-таки очень хорошо пробивают. Очень хорошо, ребят. Ёпростые, вы видите прекрасно, что тут... Ещё и провокацию, да, сделал там, гадёныш? Ладно. Слабо. Очень слабо. Так, нам придётся, ребята, хиляться. Другого варианта пока не вижу. И провокацию мне придётся сделать. Да. Если мы хотим с вами здесь выжить, нам это придётся делать. Так. Не уронил. Ответку? Малорик, красава. Рафик, давай-давай. Главное, делай ответку на каждый удар. И тогда всё будет хорошо у нас. Есть. Так. Ну что же. Давай его добьём. И переходим с вами на вторую волну. Ой-ё-моё. Это же у нас массовики-затейники, да, ребята? Массовая стрельба лазером. Так. Делаем защиту. Она нам пригодится здесь. И, наверное, придётся вертушку делать. Хотя она здесь, наверное... Да нет, в принципе, неплохо сработала. Очень даже хорошо. Так. Бьют. Раф, почему ответки? Вот. Вот. Ответку начал делать. Блин. Не добьём, да? Нет. Не добьём. Блин. Что ж такое-то? Ну. Ответочку. Малорик, Рафик. Красава. Вот сейчас ты хорошо действуешь. Работаешь на все 100%. Отрабатываешь, как говорится, свой гонорар. Ну что же, ребята. Третья волна. И здесь у нас... Да, вот она. Это шайка-лейка, ребята. Шайка-лейка бойцов. Ну, приступим вот с этого удара. Надо обязательно тигра валить. А почему нужно его валить? Потому что, ребята, у него массовый выстрел есть. Ой-ой-ой-ой-ой. Неужели мне придётся, наверное, ребята, Рафик с Заром всё-таки... Да. Придётся мне пожертвовать им. Интересно, мы пробить сможем или нет? Давай попробуем. Оу, крепкий тигр здесь, однако. Ах ты! Ракзар тоже сделал провокацию. Эх, бедный-бедный мой Ракзарчик. Упал, к сожалению. Ладно, ребята, нам нужно пробить вражеского Ракзара. Во что бы то ни стало. Вы видите, у него и провокация, и ускорение. Чё там только он себе не повесил. И удар, так скажем, хороший. Пробивной, критический. Хоп, кого? Блин, Крис! Стой! А, он упадёт, он упадёт, ребята. Крис упал, к сожалению. Но и тигру у них тоже упал. Так что все шансы, ребята, у нас на победу есть. Не на идеальную, но тем не менее победу. Какая, блин, защита! Что ты тут делаешь? Хорош выделываться, а? Хорош. Блин, промахиваемся. Так, я буду хиляться. Отлично. Так, и сделаю вот так вот, ребят. Я сделаю провокацию. Ну и что ты на это скажешь, а? К север. Блин, ну со своим уворотом достал. А мы ещё вот так вот с вами сделаем. Ну усилимся. Да-да-да-да. Пускай не расслабляется. Что? Что ты тут кричишь? А ответ... Блин, ответку. Почему не стал делать Раф ответку? Потому что он у меня замороженный. Оп. Отлично. Так, давай пробивной от левого. Тыч. Мимо. Обалдеть. Пробивной от левого, который мимо просто-напросто. Да хорош-то, блин. Я даже не знаю, ребят. Нифига себе, блин. Я вот чё-чё, я не думал, что мы на этой рыбе с вами так застрянем. Ну, пробьёшь? Е. Отлично, ребята. Ну что же, два сюжета за сегодня, и это уже хорошо, ребят. Это очень даже замечательно. Так. Ага. Саблезуба. ДНК мы с вами заработали. Ну, давайте здесь тогда посмотрим ещё одним глазком, ребят. Ну, тут понятное дело. Тут уже, наверное, всё. Сделаем это красиво, но потом, попозже. Потому что тут все 72 уровня и 70. Пока не будем это трогать. Оставим на потом. Так, что мы ещё с вами можем делать? Мы можем, естественно, пойти с вами и дальше продолжать бой на турнирной арене. Так. И смотрим, кого бы нам с вами здесь хорошенько помучить. Забавно, ребята. Давайте вот этого попробуем. Так. Делаем откатики. Нам нужно 4 отката сделать. 4 отката. И 3 остаётся. 3 остаётся. Это как раз... У-у-у-у. Слушайте, а зачем мы сейчас... Мы сейчас по-другому с вами сделаем. Ребят, мы сейчас сделаем с вами по-другому. Так. Мы возьмём с собой... Блин, 45-й, 46-й. Возьмём Эйприл. Карай паукуса возьмём. И тигра. А всё это дело заправим с вами, знаете, кем? Зэком. Почему зэком, ребят? Потому что он будет бросать бомбочку, замедлялочку. Соответственно, у нас будет большое преимущество. Смотрим. Прокатит ли у нас это дело. Айка, хорошо. Уже хорошо, ребят. Смотрите. Оп. Так, только не надо хилять. Вот этого надо гадёныша сразу уничтожать. Я знаю, приказ сейчас будет... Да ладно тебе. Ну-ка. Тигр, не подведи меня. Отлично сработано. Агека, уже всё. Поздняк. Поздняк метаться. Ничего тебе здесь уже, к сожалению, не поможет. Бум. Валяйся. Дони, роднуля, успокойся, пожалуйста. Не нервируй меня, муля. Так, Макман упал. Естественно, падает. Нет, не падает, ребят. Стоит. Стоит? Ну-ка, что за дела? Я не понял. Вот так вот сказал лежать. Ну и Доник. Доник, прости. И прощай. Ух. Всё, ребята. Идеально у нас тут сработано было. Очень хорошо. Мы с вами продвигаемся. Я должен дойти, ребят, до следующего... Как говорится, до следующего дивизиона. Так, на какое место у меня? На 29-е. Блин, наверное, не хватит, ребятушки. Но я буду стараться. Так, три от Катика ещё есть у нас, да? Выбираем. Так, 15-19. Вообще идеально, идеально, ребята, должно подойти нам. Так, выставляем Рафа, Криса. Блин, без Зека здесь никак. Придётся брать его, ребят. Так, у нас здесь сплинтер, слэш. Кошка морозильная. Ё-моё. Короче, вся шайка-лейка здесь собралась в одном флаконе. Ладно, будем пытаться. Будем пытаться. Кого нам накрыть в первую очередь? Давайте, наверное... Хотя... Мне нужно её убрать вроде бы как из сплинтера и морозильной. Оу! Ну, тогда уж всё понятно, ребята. Тогда тут победа уже за нами, ребят. Раз сплинтера мы убрали с вами, кошку морозильную убрали с удара, здесь уже никто для нас вообще ничего не сделает. Даже слэш своей супервертушкой, а он даже её не стал делать. Ух! Всё. Всё. Изи-катка, ребята. Да что ты, что ты, что ты, Донни? Ну, ёпрст, это... Ну, успокойся, иди вон отдохни маленько. Ёпрст, полежи на диванчике. Пришёл тут своим дубинкой и начал махать. Фух! Идеально. Просто шикарно идём, ребята. Ну, хотелось бы, конечно, ещё бы одну победочку. Ну-ка, на какой... Оу! Как раз и мутагенчик подоспел, ребята. Которого нам так и не хватало. На какое место? Блин, вот если мы ещё с вами, ребятушки, одну победку одержим... Ух, возможно, мы перейдём с вами. Так, ну что же, кого нам выбрать? Кстати, вот с этим я уже дрался, ребята. Он уже в Лиге Сёгунов сидит. Слушай-ка, а не пора ли нам с ним встретиться? Блин. А не получится. Хм. Так, ну-ка, сколько у нас стоят вот эти вот, ребята? 250. Я беру. Я беру, ребята. Ну что же, теперь как пить дать, ребятушки. Мы с вами перейдём в Лигу Сёгуна. Сто пудово вам говорю. Не посрамим, как говорится, честь. Так, давай сюда. Фух! Да подожди, какой ежедневный? Турнирная арена, конечно же. Хе-хей! Ну, берегитесь. Так. Ой, а где он? Куда он делся? Блин, я же хотел ему навалять. И не получилось. Ладно. Хорошо. Давайте своих ребят вернём, как говорится, в боевой строй. Ух! Погнали. Ну, знаете что? Одно дело сюда попасть, а другое дело здесь потом удержаться. Ну, надо все, как говорится, силёнки бросить на это. Так. Баксер, ты здесь нам не нужен со своим отхилом. Вот так вот. Ух! Так, теперь я думаю, что надо наказывать Бибопа. Ну-ка, пробьём его с удара. Тыч! Вообще, Крис меня просто радует. Ребята, безумно я доволен, что он такой вот мощный чувачок просто валит налево и направо. Ну-ка. Тыч! Лео, красавец, красавец. Молодец, хорошо сделал. Отлично отработал. Макман, ну что ты, что ты? Ну, насмешил ты меня, ё-моё. Боксёр недоделанный. Так, ну что, давайте... Ой! Не это хотел сделать. Не это, ребят, хотел сделать. Хотел в него постепенку повесить. Ух! Всё. Изикаточка, ребята. Вообще замечательно. Ну, перейдём мы с вами на Лигу Сёгонов или нет? Ну, Лигу, Лигу, Лигу. Да давай-то хорошо тут же отчитывать всё это. Да, ребята, я на Сёгуне. И это ещё причём у меня два боя. Два ведь боя? Да, должно быть два. Ух! Смотрим. Здесь уже такие серьёзные ребята и уровни серьёзные. Но для меня это не помеха. Так. Ну, давай-ка вот сюда занырнём. 49-ый, блин. Как-то не прокатывает, ребят. Так, если мы возьмём отсюда два и вот этими... Не уверен, конечно, что прокатит. Но я попробую, ребята. Нам нужен зэк в этой компашке. И, пожалуй, да. Раф. Фух. Риск. Ну, это благородное, ребята, дело. Почему я так сделал? Чтобы ещё нам с вами на следующий бой хватило откатиков. Только лишь для этого. Так, замедлядочка от зэка. Угощайтесь. Бесплатно. Так, Карай, давай, не подведи меня. У них хил-то есть здесь, нет? По-моему, нету. Вот, вот, ребяточки. Для чего я брал Рафа. Всё. С его провокацией здесь... Ух, а если мы ещё вот так вот сделаем? Ха-ха-ха. Вообще шикарно. Ну, что... Ах, ёпперс, это... Да-да-да. Чё ж я забыл-то, что у них... Ребята, Лео-то хиллер. Да, я всё время это забываю. Ну, да ладно. Слэш, успокойся, пожалуйста. Ничего здесь тебе не поможет. Никто не сможет пробить. А если я... Так, у меня волна, по-моему, не очень хорошо развита. А вот маузеры вполне должны упасть. Так, упал только лишь Донни. Ну, что ты? Что ты родной делаешь, да? Спрятался, типа, тебя не видно, да? А, ты меткость всем повысил. Ну, вот это ты зря, Крис. Это ты зря, конечно, свои булочки-то тут напрёк. Пум! Лео отдыхает, ребята. Ну, и Карайка, естественно, добивает. Так. Ты, теневик, иди сюда. Сейчас мы будем с тобой разбираться. Эй, не падает. А если вот так вот? Ой, всё, что можно было сделать, ребята. И порвали, порвали. И, соответственно, у нас ещё один бой. Как раз пять откатиков. Сейчас, ребяточки, всё будет у нас на мази. Какое место мы с вами занимаем? 79-е. Красота просто неописуемая. Ребят, мне просто нужно до конца недели продержаться вот именно в Лиге Сёгунов, чтобы получать уже, в конце концов, платиновые осколки. Надоело уже, на самом деле, сидеть. Надо уже в платиновую выходить. В бой? Так, в бой, подожди, в бой. Давайте выберем кого-нибудь. Они все одинаковые, да? Да, все одинаковые. Поэтому я думаю, что... Смотрите, у него здесь... Сколько он Леонардиков-то тут набрал? Ну, я думаю, что вот этого возьмём. И поставим своих ребятулик. Своих ребятулик. Так. Вот так. И вот так вот. Все. Шансов просто нет, ребят, у этого компаньона, скажем, противника. Ненавистный мне уровень комиксов. Ладно, поехали. Угощайтесь. Бесплатно бомбочкой. Так. Кто нам здесь может помешать? Нам здесь может помешать и Хан, и Крис, в принципе. Криса как не бывало. Я думаю, что Хана сейчас мы Крисом тоже забьём. Все, забомбили. Ну что же, предлагаю вертушку сделать от Леонарда. Очень хорошо сработано, ребят. И будем, пожалуй, добивать Бибопа. А получится ли его добить? Вот в чём проблема. Давайте, наверное, Шредера лучше. Он больше нервирует. Причём у него суперудар такой массовый. Не хочу рисковать, ребят. Ой, Бибопчик родной. Зачем ты это сделал? Зачем ты хилишься-то? Ёпро СТ. Точнее, даже иммунитет там вешаешь. Это тебе не поможет. Хотя, поможет, ребят. Поможет ему от когтей с постепенкой. Всё, ребята. И здесь же мы прошли вообще. Просто лайтово, я бы даже сказал. На какое место я падаю? Ну, смотрим. Давай шестидесятая. Оу, пятьдесят восьмой. Я доволен, как удав, ребят. Были бы у меня... Хотя я могу, ребята, ещё купить десять откатиков. Буквально на два боя. Но нет. Мы придержим это до финала. До конца недели. Если вдруг там что-то изменится, ребят, нам придётся покупать. Ну, а теперь будем, естественно, апать Монда Гека. Как раз нам хватает и там, и сям. Е! Довольный, как удав. Так, что это у него такое? Покраска. Монда при помощи скейта бросает краску в своих врагов. Разрушитель. Вероятность 15% блокирует способности на один ход. Даже вот так вот. Хорошо. Я понял. Так. О, мы ещё можем даже ранку поднять. Подожди, пока. Давай-ка мы Пицелицева теперь прапаем. И у Пицелицева появляется зомби-пицца. Пицелицы бросает во врагов зомбирующую пиццу. Вероятность 25% уменьшить силу атаки на полтинничек. На два хода. Слушай, тоже неплохо. Тут, значит, способности, да, закрывает. Но на один ход. А тут сила атаки на два хода уменьшается. Хм. Заманчиво и то, и то. И я могу поднять... Смогу вообще поднять? 200 осколков нужно и 5000. 5000 сюриков, ребята. Не светит в ближайшее время. Пока не накоплю. Ну, это, ребята, очень быстро произойдёт. Так что не волнуйтесь. Но единственное, что я... Знаете, что хочу у вас спросить? Кого всё-таки стоит прокачать? Монда или Пиццелитсова? Так что пишите мне в комментариях. Я буду очень рад почитать ваше мнение. Так, а что у нас здесь по рафику? Ага, вот это нам нужно обменять. Так, смотрите, мы можем что-то и у Рахзара, и у Караки. Давайте глянем, что у нас тут такое. Оу. Так. Это уже хорошо, ребят. Я предпочитаю, наверное, вот когти нагло. Потому что оно вешает постепенный урон. И это очень хорошо. Причём постепенка бомбит довольно нехило. И всё, да? К сожалению, больше я никому ничего не смогу прапать. Так ведь? Да, ребят, получается. А, нет, смотрите, у Леонарда что-то есть. Ага. Рыцарь идёт и язык пламени. Давай язык пламени. Вот так вот. Оу, даже ещё могу разочек. А, даже вот так вот. Ну что ж, давай сделаем. Хорошо, я не против, ребят. Рано или поздно всё равно надо тратить куда-то всё, что мы с вами накопили. Да ладно. Офигеть, четвёртая ступень. Классно. Лео, ты скоро будешь тут у меня рулить такими темпами. С такой-то прокачкой нехилой. Я имею в виду по суперударам. Ну что, ребята, вроде бы как и всё, да? Сегодня неплохая у нас получилась серия. Два этапа сюжетки мы прошли. Плюс подняли Монда и Гека. Не забываем, что ещё нам надо поднять им ранг. Всё зависит от вас, за кого проголосуйте, ребят. Того я и буду поднимать. Так, и... В принципе, да, ребят, в принципе, пока и всё. Жалко, у меня, конечно, мало вот этих вот телепортиков, ребят, осталось. Хотел бы, конечно, ещё мне вот здесь вот покрутить рулеточку, но не хватает, к сожалению. Ну, ладушки, будем на этом, пожалуй, с вами и завершать. Всем большое спасибо за просмотр. Увидимся с вами в следующей серии и продолжим играть вот в замечательную игру. Так что, ребятушки, всем пока и до новых скорых видов, если как. Субтитры сделал DimaTorzok